Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Поровое поле» – совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам судебного порядка возмещения вреда причиненного жизни и здоровья гражданина. В современных условиях человек является объектом постоянного воздействия всякого рода факторов, угрожающих его жизни или здоровью. К сожалению, в ряде случаев такие обстоятельства создаются из-за халатного отношения к своим обязанностям тех, кто должен обеспечивать безопасность граждан, в том числе в ходе осуществления профессиональной деятельности, связанной с оказанием услуг. Сегодня нам хотелось бы поговорить о возможностях судебного порядка возмещения вреда причиненного жизни и здоровья гражданина. На эту тему мы поговорим с гостем в нашей студии, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и репетражном процессе прокуратуры Чувашской Республики Ирины Георгиевны Ивановой. Здравствуйте, Ирина Георгиевна. Здравствуйте. Ирина Георгиевна, тема сегодняшней передачи достаточно интересная. Это судебный порядок возмещения вреда причиненного жизни и здоровья гражданина. Я смотрю в прокурорской форме, все-таки хотелось бы уточнить, почему же прокурор участвует в этом процессе, каким образом и для чего. Прежде всего, конечно, отмечу, что вопросы, связанные с возмещением вреда, они действительно рассматриваются в основном в судебном порядке. Поэтому любой спор, связанный либо с размером вреда, либо иными какими-то моментами, он будет рассмотрен в суде. В силу действующих норм гражданского процессуального законодательства, хочу отметить, это статья 45-я, участие прокурора в делах такой категории о возмещении вреда является обязательным. Поэтому я здесь и присутствую. Как Вы думаете, почему законодатель все-таки принял такое решение о том, чтобы все-таки ввести в прокурора в этот процесс? Я полагаю, здесь прежде всего следует отметить социальную значимость таких дел. Потому что вред здоровью, то есть это те моменты, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации, именно право на здоровье, право на жизнь, вот нарушение таких прав действительно является социально значимым моментом. И требует не просто судебного разбирательства, но и защиты со стороны органов прокуратуры. Поэтому вот эта социальная значимость, она и потребовала обеспечения участия прокуроров по таким делам. Я думаю, это правильно, потому что общий принцип состязательности любого гражданского дела говорит о том, что гражданин может быть, возможно, в каком-то неравноценном значении, в неравнозначном положении с тем лицом, с которым он спорит. Это может быть и юридическое лицо, в чьем штате достаточно юристов, которые могли бы участвовать в этом суде. И прокурор здесь, вот именно во исполнении принципа состязательности, он выступает как дополнительный гарант соблюдения права гражданина на возмещение вреда. А у прокурора есть ли какие-либо полномочия в рамках рассмотрения гражданского дела? Да, конечно. Прокурор дает заключение по итогам судебного разбирательства. Я, конечно, отмечаю, это заключение для суда носит характер рекомендательный, но, тем не менее, его значимость тем самым не опровергается. Потому что грамотная позиция, правильная позиция прокурора дает судье абсолютно обоснованное основание вынести полноценное, законное, обоснованное судебное решение. Согласитесь, таких ситуаций, когда может быть причинен вред жизни и здоровью гражданина, может возникнуть достаточно много. И, наверное, не всегда гражданин знает, в каких случаях он может потребовать возмещение этого вреда. Вот хотелось бы все-таки для людей довести. А в каких случаях это возможно и каков этот порядок? Да, конечно. Прежде всего, действительно стоит отметить, что вред, который причинен совершенным преступлением, он подлежит возмещению в обязательном порядке. И это не только компенсация морального вреда в связи с причиненными нравственными, физическими страданиями. Это и компенсация материальных затрат. То есть затраты, которые могли понадобиться, например, для восстановления здоровья. То есть в ходе медицинских услуг. Затраты, которые на лекарственные препараты, возможно, понес потерпевший. Вот здесь следует обратить внимание на то, что само исковое заявление о возмещении как морального, так и материального вреда может быть заявлено и в самом уголовном деле, а не в гражданском процессе. То есть еще на стадии предварительного следствия. Потерпевший может заявить такой иск, следователь его примет, и, соответственно, в уголовном деле этот иск будет. И при разрешении, вернее, при постановлении приговора суд разрешит этот иск. Но исковое заявление можно предъявить и после постановления приговора. То есть когда лицо виновно, его вина доказана, установлена и есть обвинительный приговор. Вы сейчас сказали именно про вред, когда причиняется именно преступлением. А в каких случаях еще можно возместить вред, который причиняется гражданину? Можно отметить, знаете, споры, связанные с неисполнением обязательств по договорам. Вот могу привести пример. В частности, все мы знаем, что многоквартирные дома управляются управляющими компаниями, и они отвечают за надлежащее содержание общего имущества. И вот вы знаете, на моей практике была ситуация, когда жительница многоквартирного дома, собственница квартиры, при выходе из подъезда, вот именно в связи с ненадлежащим содержанием лестничной площадки, она подскользнулась, упала, и ей были причинены достаточно серьезные травмы. Спасибо. А мы как раз хотели показать сюжет об этом. Жительница города Чебоксара обратилась в суд с иском к управляющей компании города в заскании материального ущерба и компенсации морального вреда. В один из сентябрьских дней в 2015 году утром, выйдя из подъезда своего дома, она зацепилась левой ногой за профиль на лестнице и упала со ступеньки. На лестнице дома противоскользящие накладки пришли в негодность. Противоскользящая резина отсутствовала, профиль истрепался, и торчали саморезы. Позже профиль был частично отремонтирован. В результате падения у женщины были разодраны кистью рук, лицо, отколот наполовину зуб, отлетела коронка на втором зубе, треснула коронка на третьем зубе. Скорая медицинская помощь на месте зафиксировала характер полученных травм. В стоматологической клинике ей оказана помощь на определенную сумму. Горожанка полагает, что несчастный случай с ней произошел в результате ненадлежащего исполнения УК «Город» обязательства по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома. Истица просила суд взыскать с ответчика определенную сумму в счет возмещения причиненного вреда здоровью, возместить расходы на оплату экспертизы и компенсировать моральный вред. В суде первой инстанции ее требования были удовлетворены. Представитель УК «Город» исковые требования не признал указанное решение, обжаловал после долгих тяжб. В конечном итоге суд требования горожанки все же удовлетворил, оставив предыдущие решения без изменений. С УК «Город» в доход бюджета города Чебоксары взыскана госпошлина. Если причиняется вред здоровью, то в обязательном порядке. Это вызов скорой помощи, как вариант. Это обязательно необходимо посетить больницу, чтобы именно медицинские документы, как допустимые доказательства, подтверждали наличие вреда здоровью. Ну и соответственно в обязательном порядке сохранить все чеки, товарные, кассовые, которые подтверждают материальные расходы. Любое лечение требует материальных затрат. Поэтому эти материальные затраты нужно подтверждать только письменными доказательствами. Помните, если ваш случай связан с падением из-за ненадлежащей работы управляющих компаний, из-за каких-то иных недостатков дорожного покрытия и других причин, не забудьте осуществить фотосъемку с места падения и обратитесь к свидетелям, зафиксировав их данные. Какие еще случаи наиболее часто встречаются на практике? Ну, на практике встречаются случаи, конечно, как это ни прискорбно, но вред, причиненный источником повышенной опасности. И это не только автотранспортные средства. Вот, знаете, тоже вспоминается случай, когда гражданин во время рыбалки неосторожно задел электропровода, то есть Чуваш-Энерго, как владелец электросетей в данной ситуации, компенсировала ему моральный вред, поскольку действительно в результате того, что электропровода были задеты, лицо действительно обгорело и, соответственно, гражданин тяжело пострадал в результате данной ситуации. Спасибо. А вот, а если гражданин, допустим, сам причинил вред умышленно, сам себе для того, чтобы получить компенсацию в этих случаях? В таких ситуациях возмещение вреда не предусмотрено. И, наверное, самый интересный вопрос, на что же все-таки может рассчитывать гражданин, которому причинен вред жизни и здоровью? Ну, да, это не только компенсация морального вреда, но утраченный заработок, иной какой-то утраченный доход или неполученный доход. Ну, я уже говорила, это вопросы, связанные с компенсацией расходов на лечение вплоть до санаторно-курортного лечения. Даже, знаете, если в результате лицо вынуждено получить другую профессию, вот переподготовка, да, к новой профессии, эти затраты тоже могут быть компенсированы. А если, допустим, человек получает пособие по времени нетрудоспособности, больничные листы ему оплачивают? Вы знаете, при определении размера засчитываются эти денежные средства, которые выплачены. Хотелось бы все-таки еще раз вернуться к вопросу именно возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности. Если, допустим, совершен наезд на пешехода, в итоге получается, что сам пешеход виноват, то есть, допустим, переходил дорогу на красный свет цветофора. Вот в этом случае он имеет право на какую-либо компенсацию или уже нет? Безусловно, имеет. Не зря мы говорим «источник повышенной опасности». При причинении вреда источникам повышенной опасности компенсация вреда наступает независимо от вины потерпевшего. Поэтому моральный вред будет компенсирован. Кто должен нести ответственность, если вдруг вред причинен несовершеннолетним ребенком? Ну, прежде всего, мы понимаем, возраст совершеннолетний – это 18 лет. Если несовершеннолетнее лицо от 14 до 18, то оно самостоятельно может отвечать за вред, причиненный им. Если имеет доходы, если, извините меня, работает и даже имеет имущество. То есть, соответственно, данное несовершеннолетнее лицо может самостоятельно компенсировать те расходы, которые понес потерпевший. Если же ребенок несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет, то в такой ситуации, безусловно, ответственность прежде всего возлагается на родителей, как законных представителей, или опекунов, или усыновителей. Но вот тут есть интересный нюанс. Мы знаем, дети большую часть своей жизни могут находиться и в образовательном учреждении, то есть и в дошкольном учреждении, и в школах, могут находиться в медицинских учреждениях. Соответственно, во время нахождения детей в таких учреждениях ответственность возложена на образовательное учреждение, на педагогов. И если ребенок страдает или ему причиняется вред по вине данного образовательного учреждения, то именно образовательное учреждение несет ответственность. Вот даже пример могу привести на уроке «Основ безопасности жизни». Педагог, который вел данный предмет, организовал стрельбы из мелкокалиберной винтовки, и во время урока один из детей взял, соответственно, эту винтовку и выстрелил в другого мальчика. Мальчику причинен вред здоровью. В данной ситуации вина педагога была установлена. Не было контроля во время урока. Соответственно, образовательное учреждение компенсировало по судебному решению соответствующий моральный вред и материальные расходы. А какие еще случаи, вы знаете, на память, когда причиняется вред источникам повышенной опасности? Ну вот я слышал про батуты, про аттракционы. Говорят, что там тоже дети получают различные травмы. Да, да, вы совершенно правы. Сейчас вообще распространена организация подобного рода аттракционов и батутов, и дети там находятся порой без присмотра даже представителя, организатора этого аттракциона. Поэтому если ребенок получает травму, а это вина прежде всего на организаторе данного аттракциона, даже если наемный работник, который работает с ним по договору, трудовому или гражданско-правовому договору, отрицает свою вину, все равно вина организатора за действие своего работника по закону она устанавливается. Спасибо большое, Ирина Георгиевна, за обсуждение столь интересной темы. А еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашской республики Ирина Георгиевна Иванова. Как видим, никто не застрахован от того, что может получить вред здоровью. Однако, если это произошло по вине других лиц, важно уметь защитить свои права и потребовать его возмещения. И ни в коем случае не паниковать, как бы сложно и тяжело бы не было. Помните, в любом деле всегда важны доказательства. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин